Из Ленинского городского округа в Нарофоминский путь не близкий, но его стоило проделать. Животноводческое хозяйство Рота Агроблаговещения был построен в 2016 году. Познакомиться с его работой приехали участники клуба «Золотая осень» и работники Центра культуры поселка Совхоза имени Ленина. Именно группа компаний Рота в скором времени начнет возведение пищевого производственного комплекса в Ленинском округе. Будет построен современный агропромышленный парк к 2025 году. Проектируем мы приступаем уже в этом году. Объем инвестиций порядка 3 миллиардов рублей. Создание 250 рабочих мест, создание инфраструктуры. Первая линия это все-таки молочное производство, сырное производство мы запускаем в Ленинском городском округе. Потом колбасное производство и потом уже дополнительно всякие сыпучие, снеки и также строительство сопутствующих инфраструктурных вещей, как овощехранилище, сортировочные центры. Здоровье питомцев на ферме – главная ценность. А потому, прежде чем отправиться на экскурсию, все облачаются в стерильные костюмы. На выходе есть даже специальный коврик, пропитанный особым составом. Заботятся здесь и о психологическом комфорте животных. Просьба громко не разговаривать, не делать резких жестов. Провел экскурсию для гостей лично директор животноводческого хозяйства рота Агроблаговещения Олег Реминный. Сейчас на ферме содержится порядка 4000 голов с молодняком. Проектная мощность предприятия – 50 тонн молока, а средний удой на корову – 27 литров в сутки. На производстве работает более 100 специалистов. Особый интерес у гостей вызвала карусель, которая находится в доильном цехе. Благодаря этой технологии доят 200 коров за 50 минут и в процессе участвуют всего 4 оператора. В ходе экскурсии каждая реплика директора предприятия – это и подробности производственного процесса, и научная лекция. Животное заходит с одной стороны и проезжает на доильном зале, выходит с другой стороны, то есть как бы как на карусели. Для того, чтобы образовался один литр молока, проходит 500 литров крови через вымя. Вы представьте, да, животное, которое дает 20 литров молока, тонну крови прогоняет. После посещения молочной фермы экскурсанты отправились посмотреть на поля, где растят корм для животных. Кормовая база «Рота Агроблаговещение» расположена на 4000 гектар, и компания постоянно вводит в оборот новые поля. Все, что касается земельного банка, он для того, чтобы обеспечить своих животных кормами собственного производства. Сенаж, сила с кукурузной и концентрированные корма – ячмень, пшеница. Вот мы сейчас стоим на поле возле гороха, это белковые составляющие. Ну и какой же радушный прием без угощения на столе. Несколько сортов сыра, который производит предприятие, а представители клуба «Золотая осень» поделились впечатлениями от увиденного. То, что мы увидели, это впечатляет. И дай бог, чтобы у нас в стране, в нашей родной России больше было таких агроферм. И чтобы мы ни в чем не нуждались и кушали хорошие продукты. Еще один сюрприз – гостей мероприятия ждал в самом конце. Нам подарили вот такие замечательные пакеты. В них сыр, молоко, в общем, все то, что выпускает агрохолдинг «Рота Агро». Максим Козлов, Иван Головков, Ольга Садовская. Видное ТВ.